Всем привет, с вами Миша, и со мной сегодня Яков Морозов, который известен под именем Резон или диджей Резон? Резон. Просто Резон. И Яков на самом деле очень интересный персонаж, потому что он необычный диджей-продюсер, а еще помимо этого и бизнесмен, который организовал достаточно успешную продажу сэмплов, как я правильно понимаю, открыл рекорд лейбл, ну не рекорд лейбл, а сэмпл лейбл, Sound Design Label, если вот как бы... Sound Design Label, который называется Singamakers, и сегодня мы про это поговорим, про сэмплы, про рынок сэмплов, про зачем они нужны, и здесь, наверное, я начну с традиционного вопроса, как ты попал вообще в музыкальную индустрию, с чего начинал, как вообще пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься? Слушай, ну, просто любил музыку, и в какой-то момент, ну, было желание писать, даже на самом деле могу сказать, это был еще такой один забавный момент фактически с детства, я вспоминаю, был канал Viva, по-моему, немецкий, по-кабельному, можно было его как-то смотреть. Да, 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 и я был подростком вообще, то есть, как бы вообще фактически ребенком, и там, помню, была крутая реклама программы Magic Music Maker, то есть, да, там, когда круто был ролик сделал, там чуваки делают, он начал сидеть на столе, как-то гефирщик попивает, пишет, и все, типа, дома. Там, блин, круто, я потому что хотел музыку писать, и понял, что реально, то есть, да, мне интересно, и со временем начал искать как-то софт, а это было нереально, приходилось искать какие-то пиратские, эти, знаешь, там, а-ля Горбушка, где там что-то продают, чтобы купить этот софт, там, это было очень сложно. Ну, нашел и начал постепенно как-то писать, вот, собственно, так меняет все, и началось. Ну, а это когда было-то? В каком году? Слушай, ну, первые попытки, блин, это, получается, год, сейчас сложно сказать, но мне было лет, наверное, 12, примерно, где-то так, да. То есть, если сейчас мне 34, получается 20... То есть, это в 90-е, ну, в конце 90-е ты начал делать? Да, 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 где-то так, получается. И постепенно сначала просто писал, 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 то есть, да, и уже начал где-то даже, там, выступать что-то в туле, то есть, еще издания не было, меня нигде не выпускали, то есть, я просто где-то начинал уже как-то выступать даже больше, ну, не как диджей, меня позиционировали, как лайв-проект, хотя я все равно играл просто в свои треки, как диджей, то есть, да. И вот в... каком же году это было? 2000... мне кажется, седьмой первый релиз у меня был. И первый релиз был на Oryx Music, это тогда был лейбл итальянский, собственно, с него, наверное, все началось, трек Money назывался. Да, понятно. Не то, что я уже тогда, как бы, что-то планировал зарабатывать много денег, но... Интересно, как говорится, как корабль назовешь, так он и пойдет. Ну, да. Это, знаешь, как у хип-хопа Cash Money был, да? Да, да, да. Регендарный хип-хоп лейбл. Так вот, и, соответственно, ты начал, продолжал, ну, соответственно, развиваться, как сам продюсер, выпускать музыку дальше, и как получилось так, что ты начал, зашел на рынок сэмплов? Ну, долгий достаточно был путь, в плане того, что у меня не было никогда задачи заниматься как и бизнесом, как и делать сэмпл. То есть я просто любил музыку, я ее писал, я с ней выступал, то есть это достаточно долгий был путь. И, то есть там у меня на тот момент уже было, наверное, порядка 300 релизов на кучу лейблов, включая там и Plurum, и Stereo Productions. Меня помотало по стилям очень сильно, на самом деле, это моя была большая проблема, потому что, ну, я, в принципе, люблю музыку. Я не могу сказать, что я там люблю техно, или я люблю там прогрессив, или еще что-то. Блин, мне нравится все, то есть я и хип-хоп с удовольствием могу послушать, если он классный. Поэтому меня периодически кидало, то есть я там начинал, сначала у меня первые релизы были, там, это около электрохаусовые, то есть вот года были как раз когда Дэвид Гетто, вот, и прочее. И у меня самый первый момент, который у меня был, когда я почувствовал, что вау, это успех. Я занимался еще спортом тогда активно, и играл в баскетбол, и мы с друзьями приехали куда-то на какие-то соревнования, и мы шли по торговому центру, а в Москве, на самом деле, да. И мы проходим там батики какие-то, играет, и играет музыка, и я прохожу, слышу, играет мой трек, я, е-мое, я просто, у меня мурашки похоже. Я сейчас вижу, говорю, у меня что-то, наверное, на руках все, волосы. Это музыка. Это музыка, и я просто стою, у меня прямо на этой коленке подгибается, говорю, чуваки, это мой трек, и они такие, да ладно, мы заходим, и такие, я говорю, может тебе показать, что это за диск? То есть мне очень интересно, потому что я понятие, вот первый релиз, как они тебе говорят, как раз был, и я там листаю, то я смотрю, там, Моби, Пулкин, Фолд, Резон, Дэвид Гетт, и я такой, а-а-а-а, все, это успех. Вот, и да, это, конечно, подпитывает, и, собственно, было много-много-много релизов, гастролей и всего интересного, и в какой-то момент это, еще не было ни в России никаких звукозаписывающих лейблов, а в принципе, как бы у меня, получается, и был первый российский, но там были известные Vengeance тогда, да, там, Sample Magic, и я решил, что я дать сделаю себе для промоушена сэмпл-пак от Резон, который я раздам бесплатно, я даже тогда, по-моему, общался с промо-диджей, они, то есть мы договорились, что я его, там, когда доделаю, и если доделал, они вроде как обещали его разослать по всем, то есть для промо, и когда я сделал сэмпл-пак, ну, слушайте, ну, он реально такой крутой получился, я на него очень много времени потратил, то есть это, там, не один месяц работы был, и я решил попробовать его разослать по, на тот момент, самым известным компаниям, это были Sample Magic, Vengeance и Loopmasters, и все мне ответили, что, вау, это, типа, реально офигенно круто, как бы мы готовы у тебя его взять, и все, как бы, предложения пришли, на тот момент Loopmasters было самое интересное предложение, и я подписал его им, они выпустили его как Artist Sample Pack, то есть у них есть Artist Series, когда они от имен выпускают, и вот, собственно, так началась тема. Но Artist это круче, да, потому что твое имя на паке, это не просто в жанре, там, где... Конечно, имя, лицо, то есть все, то есть такое, я думаю, блин, ну, это, как бы, реально круче, то есть если у него крутой компания будет продаваться, конечно же, я его отдал им, потому что они сделали очень хорошую рекламу, и он очень круто продался, они после этого сказали, что мы очень хотим дальше продавать, сотрудничать. И вот в течение, там, наверное, нескольких, там, двух, может быть, лет я делал для них Sample Pack, которые очень тоже были успешны, и продавалось все хорошо, и мы подружились просто, потому что, реально, они очень хорошие парни, которые занимаются Loopmasters. И в какой-то момент у меня получилось, что, наверное, был, в принципе, самый пик моей карьеры как артиста, у меня вышел мой ремикс на Mark Knight'а на Tool Room'е, у меня отыграл Питонг в Essential Collection' и релиз на Fatboy Slim'а на Skint. То есть Mark Knight, Tool Room, это все Британия, Fatboy Slim, на которого тоже все, там, англичане молятся, и в этот момент я просто понимаю, что это хороший шанс, я говорю, ребята, так и так, я бы хотел открыть свой рекорд-лейбл. И я просто знаю, что за тот момент, за, там, лет пять, они не подписали ни одного рекорд-лейбла, они не взяли, то есть у них есть команда определенная, с кем они работали, то есть там они сделали за все время, там, только для, по-моему, Freemasons, которые, Грэмми, у них есть, и они им дали лейбл, еще кому-то, я не помню, кто, по-моему, Rankin Audio, Rankin Audio, это High Rankin, который оттенцит. Вот, и они посмотрели, слушай, ну, как бы, да, там такой хайп, и говорят, ну, вот, если продолжать, я хочу так. Ну, собственно, все это сработало вместе, и получилось, вот. Судга-мейкерс, родились. Прикольно. Так как это видео будут смотреть наверняка люди, которые, может быть, в сэмплах не очень разбираются, можешь, ну, просто вкратце, не википедически, а как бы просто рассказать, что такое сэмплы, и как им люди потом пользуются, что такое, может быть, про лейбл расскажут, да, про дистрибьюцию, как это вообще организовано. Про сэмплы, сэмплы это маленькие фрагменты, из которых все музыканты, известные, пишут свои треки. То есть, это могут быть лупы ударных, мелодий, бандшоты, барабаны, которые, соответственно, из них потом все делается, вокальные какие-то фразы или целиковые прям готовые тексты, которые, то есть, можно купить этот сэмпл-пак и использовать его в своем треке, и ничего за это не платить. То есть, потому что фактически все сэмплы, которые сейчас выпускают, это royalty-free. Не все, но большинство. То есть, сэмпл-мейкер-сэмплы это все royalty-free, и, соответственно, артисты, покупая свой пак, получают лицензию, право на то, чтобы можно было использовать это в своем треке. Вот. И, к примеру, есть очень много хитов, которые полностью сделаны из сэмпл, то есть, даже из сэмплов не только на нашем лейбле, да, допустим, один из очень известных треков Стива Энджела, который называется «К нас». Это полностью сэмпл из пака «Bengeance». И у нас есть примеры тоже очень хорошие. Это, допустим, Кашмир делал трек, гимн фестиваля «Сан Бёрн», по-моему, 2017 года, боюсь соврать. И он сделан, там использован вокальный сэмпл из нашей библиотеки «Астрал Псай Транс». То есть, для понимания, да, «Сан Бёрн» – это один из самых крупных фестивалей в Азии. Там порядка, если я не ошибаюсь, 400 тысяч за уикенд человек. И на вот это выступление, это был гимн этого фестиваля, он играл первый трек, вот этот гимн, который сделан из нашего сэмпла голосового, который пела девочка из Алексина, прошу прощения, из Ясногорска. Так. Из Ясногорска. Мантры индийские. Вау. То есть, и 60 тысяч на тот момент, когда там вот это все было, 60 тысяч индусов ей подпевали. Класс. Ну, я такой, ну, окей, как бы, захожу, перехожу на YouTube и вижу, что там 700 миллионов просмотров клипа. Это трек полностью собран из наших сэмплов от и до. Под него просто спели. И на Spotify порядка 700 миллионов. Ну, я предполагаю, что примерно такая же статическая на Apple Music. То есть, примерно, если посчитать, да, вот, так ради интереса Мишты, сколько сейчас? Один миллион стримов, это примерно 2900 долларов, ну, в тех день, которые получает Spotify, которые отправляет правообладателю, там, дистрибьютор, лейбл. Суммарно, допустим, здесь получается, если брать, сейчас уже так нули не вылезает в калькулятор, да, это полтора миллиарда прослушателей Apple Music, Spotify, без учета YouTube, на 0,00, сколько? На 0,00, нет, 0,00, 29. Ну, 20, кто же там звонит? Брысь. Так, кто же там звонит? Короче, 4,5 миллиона примерно. Доллар заработал трек. Так, получается, вот, смотри, я, допустим, артист. Ну, кто знает, может, встану скоро. Вот, и чтобы мне упростить мою задачу, ну, по созданию музыки, я могу просто готовить, купить готовые заготовки, по сути, да, и из них, как из лего, вот, как из конструктора, собрать какой-то, вот, какой-то трек. Ну, вот, к примеру, то, что я тебе сказал, это фактически было, как лего собрано, но многие используют по-другому. Известные артисты иногда берут сэмпл для того, чтобы найти вдохновение, то есть у нас, в принципе, даже слоган компании, это unlimited inspiration, да, то есть безорганичное вдохновение. То есть ты берешь сэмпл, и ты под него просто можешь наиграть свою мелодию. То есть, допустим, взял мелодию баса, а на поверхности он отыграл какой-то лид. Потом бас тут убираешь, и под свой уже классный лид ты делаешь другой бас. То есть ты в качестве основы для того, чтобы поймать настроение, да, то есть ты за помощью этого настроения, ты сделал какую-то оригинальную вещь. То есть ты даже можешь сэмпл эти не использовать, но вот именно для поиска какого-то, знаешь, хука, идеи, то есть, это очень помогает, это очень классно. Вот, и опять же, то есть ты можешь брать сэмпл, то есть кусочки какие-то вырезать, использовать, то есть это более чем нормально. Ну, то есть это материал для дальнейшего творческого процесса, как там каждый использует для себя в каком-то удобной форме. Да, да, да. Понятно. И, соответственно, я как, допустим, если я продюсер, или я просто человек, который может создавать эти сэмплы, я могу их выпускать в виде каких-то пэкбиджей. Да, библиотеки сэмплов, ну, здесь очень много сложностей начинается, да. Так, ну, давай как-то, в общем, вид сверху. Да, нет, вид сверху, да, ты, допустим, я музыкант, да, я хочу выпустить, соответственно, самому выпустить, но это нереально, да, то есть как бы тебе нужно где-то выпускать на какой-то площадке, то есть работая не с лейблом, невозможно, тебе надо найти лейбл, который, соответственно, занимается изданием. Как Singamakers. Как Singamakers, да, то есть как Singamakers. Ты, допустим, мне очень часто молодые артисты реально каждую неделю присылают очень много паков, но я их фактически никогда не беру, и я объясню, почему. Потому что, во-первых, как бы, да, предположим, я лейбл, я понравился пак, я его беру и говорю, что у нас какие-то условия. То есть, в принципе, здесь есть два варианта работы. Это либо buyout, то есть, соответственно, я выкупаю айпак, либо royalty, то есть, соответственно, с продаж, то есть артист получает какой-то процент. То есть, ну, обычно мы как бы работаем по-честному 50 на 50, потому что, как бы, ну, на Loopmaster смогут сказать, что у них обычно это порядка 70-30. То есть, грубо говоря, Loopmaster 70, артист 30. Или там, ну, 60 на 40, это, наверное, максимум, что с них возможно выбить. При всем том, что у нас специальные условия, там, да, как Loopmaster дистрибьюторы работают, они определенный процент тоже имеют, но в результате по деньгам это чуть ли не выгоднее у нас выпускать, чем у них. Это не реклама, что нам присылаете, потому что, ну, на самом деле, мы перегружены, да, мы не способны сейчас даже выпускать больше, но артист подписывает сэмпл-пак, он там через какое-то время выходит, через, там, обычно на этом месяце 4, не меньше, потому что расписание у всех расписано, нужно подготовиться, сделать, там, какой-то обфронт промо, и когда релиз выходит, соответственно, квартально обычно там отчетность ведется, он получает, соответственно, свои роуты. Вот, а buyout ему разу заплатили, и все, то есть он может, грубо говоря, получить какой-то buyout, но пак продастся, там, в десятки раз больше, но он же ничего не получит. Ну, здесь. Да, да. Вот, но здесь сразу тогда я озвучу тот вопрос, почему мы не берем фактически паки. Во-первых, здесь всплывает правовой вопрос. Как в свое время с музыкой началось, все полезли, типа, ой, я сейчас стану диджеем, буду легкие деньги зарабатывать, да, и в итоге рынок перенасытился. Так и сейчас с сэмплами. Все думают, о, блин, да это же элементарно. Сейчас я сделал свой сэмпл-пак, продам кому-нибудь, если будет круто. Но это все не так просто, потому что из чего человек будет делать эти сэмплы, артист? Соответственно, для того, чтобы сделать луп ударных, нужны, соответственно, эти ваншоты ударных. И он не может брать из других паков эти ваншоты и делать из них свои лупы. По простой причине, потому что во всех лицензионных соглашениях прописано, что нельзя эти сэмплы для этого использовать. Только для законченных музыкальных произведений, в плане того, как это может быть, там, треки, реклама для телевидения, что угодно. Соответственно, многие молодых, талантливых начинают воровать, скажем так, чужие сэмплы, кидать ваншотов, собирают. И просто мне каждую неделю пишут, купите наш сэмпл-пак за 150 долларов. То есть, как бы... И многие лейблы попроще, которые не запариваются или не знают, они берут, а потом прилетают штрафы очень большие. То есть, как бы... Мы регулярно просто находим сэмпл-паки других лейблов, в которые... Там очень много украденных у нас сэмплов. И мы, соответственно, пишем блокмастерс, когда блокмастерс все уже вопросы решают, то есть, они там штрафы, ролл эти все изымают, паки удаляют. И это кругом и всюду. Твореший пример, это даже, на самом деле, пак Кашмир, про который, соответственно, многие знают. Это Сансов Кашмир. И этот сэмпл-пак, на самом деле, в нем безумное количество сэмплов, которые украдены, казалось бы, да? Да. И не знаю, то есть, это было сделано специально, или Кашмир тоже не понимал, что он делает, то есть, да, но там было... И до сих пор есть эти видео на YouTube, периодически они появляются, что туда просто вложены мелодии саундтрека игры Doom. Серьезно? То есть, просто нарезаны мелодии из эту и туда вставлены, да? И потом, когда я уже тоже вопрос решил изучить более детально, и на КВР, по-моему, я прочитал статью, что на какой-то конференции Кашмир публично извинялся за вот это перед человеком, у которого вот это все стырил. То есть, ну, у меня есть предположение, на самом деле, что, может быть, Кашмир не делал этот сэмпл-пак сам, а просто словно кто-то ему помогал, наворовал, да, Кашмир пришлось извиняться. То есть, да? Не знаю, вдаваться в подробности не хочу, то есть, ну, это вот такой вот кейс интересный, когда даже большие имена, и вот такая, собственно, ситуация произошла. Ну, как же в этой ситуации, ну, понимать, подписываешь ли ты действительно уникальную работу, а не скопирование? Безговорочный стопроцентный вариант покупать сэмпл-паки Singamakers. Да, ну, так, это хороший момент, да. Но как Singamakers понимает, что... У нас другая ситуация, потому что вся моя команда, это мои ученики. У меня была школа не диджеев, а салон-продюсеров, музыкантов, то есть, и я долгое время, мне, наверное, лет 6 или 7, оно просто существовало. Это еще, можно сказать, до Singamakers, но как раз чуть-чуть затронул период, когда у меня началась уже тема с сэмплами. И какое-то количество учеников, у меня отучилось очень много людей, у меня приезжали постоянные ученики каждую неделю, чтобы ты понимал, с Москвы, с Рязани, с ЦФО. Да-да. Вот, то есть, да, там у меня, в принципе, на самом деле, наверное, 50% учеников ездило с Москвы. То есть, как бы, они реально, то есть, там, два раза в неделю... А мы сейчас в Туле. А мы сейчас в Туле, да. Вот. И вот кто отучилось, вот в конце, скажем так, существования школы, лучшие ученики, кто захотели, и они присоединились ко мне. То есть, это, скажем так, постепенно все происходило, то есть, потому что такой нахлёст получился. Еще была школа, и уже я начал заниматься сэмплами. И постепенно школа исчезла, появилась Singamakers, школа тоже называлась Singamakers, кстати говоря, так что, собственно, я и не запарился по названию Record Label. Вот. И когда сэмплпаки с Singamakers покупаете, это делает одна и та же команда на протяжении многих лет. То есть, это... То есть, ин-хаус у тебя получается, по сути. Да, да. Это у нас такое закрытое, скажем так, как сообщество, да, то есть, фактически, это все мои очень хорошие друзья и ученики. То есть, там не все ученики, но все мои очень хорошие друзья, которые знают меня, я знаю их. То есть, мы полностью доверяем и знаем, что, как бы, все понимают этот вопрос, все зарабатывают деньги. Поэтому здесь никто не рискует. Вот. Так что, вот поэтому у нас контент, в котором я уверен на все сто. Да, ну, у нас был такой момент, когда ты подписал сэмплпак от моего артиста и в ходе проверки сэмплпака ты нашел какие-то сэмплы, которые были все-таки... Ну, были под вопросом. Просланщик, прости. Сейчас все, правда, расскажу. Да. Нет, на самом деле все нормально. Ну, каким образом происходит этот мониторинг? Ты как Шазам? То есть, у тебя есть суперсила, которая... У меня есть специальный Шазам по сэмплам. Это уникальный вообще человек. Зовут его Сергей. Это мой ассистент. Ну, не совсем правильно ассистент назвать. Он лейбл-менеджер. Лейбл-эдитер, мы называем его. То есть, он, соответственно, проходит весь контент через него и он всячески его проверяет, как только можно. Вот. Но в данный именно кейс, да, то есть, здесь, мне кажется, просто были звуки, которые мне показали знакомыми, допустим. Да. И мы иногда так и Сережа тоже проверяли, говорит, там, Яш, вот у меня подозрение на эти сэмплы надо бы как-то пробить. Нет уникального приложения, которое бы само все это просканировало и сказало, к сожалению. То есть, мы, как бы, ходят легенды. В принципе, на самом деле, сейчас, можно сказать, и есть. Потому что Loop Master запустили Loop Cloud, и при загрузке сэмплов в Loop Cloud он сканирует со всей существующей базой. Так. И если где-то совпадение, он говорит, что этот звук уже есть. То есть, не по названию, а именно он по звуковой волне. По сути, как Shazam. Да. И, собственно, если происходит какой-то момент совпадения, они уже, то есть, лейблу какую-то претензию выставляют, либо, то есть, как бы, просто перестают с ним работать. И таким образом происходит вслежание. Смотрится, где изначально этот звук был задействован, и дальше все это выясняется. Ну, то есть, такой Content ID, как на YouTube-е-то есть. Вроде того, да. Когда ты загружаешь уже, тебе даже на моменте, когда-то не опубликовал уже, говорят, что ты не можешь мотивировать. Все верно, все верно. Да, но здесь, понимаешь, это вопрос, как бы, они контролируют уже конечный продукт, а нам приходится это делать на начале. А, ясно. Потому что, как минимум, мы это можем потерять дату релиза. То есть, понимаешь, у нас релизы каждую неделю. То есть, если у нас какой-то пак выясняется за несколько дней, даже не дней, две недели до релиза, мы уже ничего не можем исправить. То есть, у нас все делается заранее. Если мы это выясняем в какой-то момент, нам приходится пак убирать, как быстро что-то там переигрывать, менять местами. Но такого уже не происходило очень давно. То есть, соответственно, там, в принципе, обычно это мелочь про Руслана. Там был то ли какой-то драм-фил, то ли бочки или еще что-то, то есть, которые... Ну, были под вопросом. Я не буду говорить, как мы такие вещи выясняем себе, потому что я боюсь, что недобросовестные люди это будут использовать, скажем так, для дальнейшей выгоды и замести следы. Ясно, ясно. Короче, есть способы, да, и, собственно, просто Руслан написал, сказал, слушай, как бы, ну, это там из треков и прочего. Я, говорит, чтобы 100% быть уверенным. То есть, это, говорит, он мой, но все-таки на всякий пожарный я переделал. Переделал, да. Поэтому, да, все отлично и отличный сэмпл-пак был. Мне очень понравился. Да, собственно, резюмируя, что мы сейчас говорили, это вы покупаете сэмплы для того, чтобы упростить свою работу, вот, но при этом, если вы используете сэмплы, которые были украдены, ну, а вы порой не понимаете, ввели номер своей карты, получили рецепт, вот этот отчет там на e-mail, получили вот этот ссылку на скачивание, готового для создания трека, и, возможно, у вас даже есть клиенты, для которых вы пишете эти треки за деньги, а потом, конечно, клиент может получить от этого по шапке, потому что в итоге вот эти составляющие были, ну, так скажем, не очищены, не были, как бы, их невозможно было использовать легально. Вот, и в случае с Thingamakers ребята делают все в инхаус и всячески проверяют, на момент правового использования, допустим, сторонних сэмплпаков, как это было в случае нас. Соответственно, можно говорить, что покупая сэмплпаки у Thingamakers, вы 100% можете говорить о том, что у вас не будет проблем с вашей музыкой или с музыкой того человека, которому вы это продали, да, чтобы у него не будет этих проблем. То есть не будет вот этой цепочки, где будут штрафы, разбирательство, убирание треков с продаж и так далее и тому подобное. Я считаю, что это очень важный момент и многие его не понимают. Еще, знаешь, такая расхожая штука, когда мне пишут ребята в личные сообщения, говорят, вот я скачал сэмплпак с пиратского сайта, он же royalty-free и там же есть лицензия, то есть файлик какой-то приложен и я же, говорит, могу его использовать. Здесь я знаю ответ, но хочу его от тебя услышать. Конечно же нет, потому что не файлик лицензии все решает, а именно лицензия формируется в момент покупки. То есть, по сути, лицензия является ваш чек на Loopmasters или другом магазине, когда вы приобрели сэмплпак, и когда, если какой-то случай появляется, что у вас хотят проверить, вы должны предоставить не вот этот файл лицензии из пака, а вот у меня покупленный на Loopmasters, там дата такая-то, там номер покупки такой-то, и они могут запросить, опять же, там Loopmasters у нас или еще у кого-то, да, и, соответственно, проверить, было ли это куплено или нет. А про частоту сэмплов и прочего надо еще уточнить маленький момент, который я вначале не сказал, и это была такая ошибка с моей стороны. Дело в том, что у меня не только Singamakers. Singamakers – это Major Label, который является основным, но у меня есть еще несколько под-лейблов, которые второстепенные, но один из них, он имел очень огромный успех на Splice, это IQ Samples. Это тоже мой рекорд-лейбл, который сейчас как бы у нас прям вот, можно сказать, большая линейка выставилась от Singamakers, IQ Samples, еще Class A Samples, Sample Tweakers, и был еще один рекорд-лейбл, который у нас, на самом деле, более не функционирует, но паки от него все еще есть. Это 99 патч, получается даже 5, наверное. Да. Но активно мы продвигаемся сейчас именно Singamakers и IQ Samples, потому что IQ Samples были в топ-10 Splice, Singamakers были в топ-5, когда вот еще мы были на Splice, и в какой-то момент паки IQ Samples стали очень хорошо продаваться, и был использован сэмпл, даже не сэмпл, там много сэмпл было использовано в треке Sorry Not Sorry от Demi Lovita. Вот. И продюсер, который написал на разных конференциях, как раз показывал, что вот там это мой любимый сэмпл лейбл IQ Samples, и показывал, как это собирается в трек, собственно, как раз за счет, возможно, этого начался достаточно большой рост этого лейбла. Вот. Ясно. И смотри, если мы немножко вернемся назад, где мы говорим о том, что вот нельзя скачивать с пиратских сайтов, и то, что формируется лицензия в момент покупки, то такой момент. Многие, ну, точнее, я советую, как делать. Если вы сделали, допустим, трек из пиратских, ну, так скажем, пиратских сэмплов, то есть вы скачали с пиратского сайта, всякое бывает, никто ничего не застрахован, совершенно нормальная ситуация, надо с ней просто как-то работать. Вот. Я говорю, купите постфактум соответственно лицензию, чтобы она у вас просто лежала, и в какой-либо момент, если какая-то будет претензия или что-то, вы могли эту лицензию показать. Но, если ты говоришь, соответственно, лицензия формируется в момент покупки, то, а трек был уже выпущен, то... Нет, так, конечно, нельзя. То есть надо по-хорошему, ну, если, как минимум, я этого не говорил, если что, если вы написали трек, и у вас кредет подписание на какой-то лейбл, идите купите заранее, как бы, чтобы у вас было куплено этот пак, господи, 30 долларов, ребят, вы там как минимум, ну, минимум вы столько заработаете с трека. Времена такие, конечно, ну, что-то говорить. Не, ну, на самом деле, то есть если, как бы, хотите его подписать, верите в трек, ну, купите, потратите 30 долларов, это копейки, это... Важно сделать это до коммерческого выпуска музыки. Даже не до его релиза, до подписания контракта. До подписания контракта. Или если вы делаете госпродакшн, и я надеюсь, ну, это совершенно нормальная история, это нормальная услуга, я ее только поддерживаю, но... Конечно. Думайте о своих клиентах, думайте о своей репутации, и до того момента, как вы продали этот трек кому-то, да, сделайте, пожалуйста, купите лицензию, потому что вы себя, ну, как бы, убережете. И себя убережете, и клиента. Убережете, да. Всю эту цепочку вашу, как бы, вашу кормушку убережете. Я тебе могу дополнить кейсом одним очень интересным. Да, давай. Как раз про то, как вот кто-то пишет ГОСТ. Я не буду говорить, кто, кому, какая компания, да, это не важно. Просто был случай, когда написали человеку, заказчику трек с сэмплом, и вполне нормально, да, человек использует сэмпл, все хорошо, но человек не посмотрел, что это за сэмпл. А это реально оказалось один из редких случаев, когда сэмпл не royalty-free. То есть ты его, как бы, скачиваешь в библиотеку, да, ты заплатил деньги, чтобы ее скачать, а еще, чтобы издать трек с этим сэмпл, ты должен еще платить royalty-проценты. То есть такое тоже существует, поэтому здесь надо направлять End User License Agreement, и, соответственно, ну, либо просто в проверенных местах покупать, что называется, лопмастерс, просто все, что у них на сайте, это royalty-free. То есть не только сингомейкерс, но и сами лопмастерс, и другие. И человеку, когда клиенту прислали, он узнал этот сэмпл, он, и он сказал, что-то какого, собственно, фига-то, и проверил, то есть как бы, он говорит, это сэмпл, не royalty-free, такого, чего я должен кому-то еще платить. И ему вынуждение, то есть он отказался от услуг, ему вернули деньги, и вот такая вот ситуация. Интересно, интересно, да, вот этот важный момент, я его не знал, именно с точки зрения вот этого постфактума покупки, потому что я думал, ну, в принципе, я советовал, ну, купить, когда это не важно, но на самом деле это очень важно, и это должно произойти до момента вот этого возникновения коммерческих, ну, каких-то вот этих отношений, подписания контрактов, получения денег. Здорово. Ты говоришь про Loopmasters, про Splice, что это за площадки, можешь рассказать? Ну, Loopmasters одна из уже, ну, не старейших площадок, ну, действительно, в принципе, да, одна из старейших площадок по продаже библиотек сэмплов, и они существуют и как, сами, как и лейбл, у них очень много своих собственных подлейблов, фактически, наверное, штук 20, то есть некоторые ориентируются по типу музыки, по жанрам, по контенту, вот, и они работают еще и как магазин, в котором представлены другие лейблы, в том числе Singamakers, IQ Samples и компания. Ну, это такой Spotify в мире сэмпл, скажем, цифровая площадка. Да, да. У которого есть витрина своя, есть каталог, где можно искать все это. Все правильно, абсолютно правильно, да, и у них очень большой каталог, очень хороший контент, и несколько лет назад появился, то есть, в принципе, уникальный продукт, это Splice, вот, и ему, скажем так, появлению помогли мы и Loopmasters, потому что весь контент первые, фактически, наверное, полгода год, которые там были, это были именно мы, то есть, они, у них не было контента своего, у них не было других лейблов, с которыми работают, поэтому они, условно, обратились в Loopmasters за помощью, и Loopmasters со всем своим каталогом, с нами, предоставили весь контент. Splice, это где отдельно покупаются сэмплы, то есть, грубо говоря, ты не весь пак покупаешь, ты выбираешь сэмплы и покупаешь, что надо, то есть, по сути, это на самом деле то же самое, как ты сказал, Spotify, потому что там ты платишь подписку, вот, Splice, все, и Loopmasters, и Single Makers, еще огромное количество лейблов, я не буду даваться подробностей про то, как там бизнес и прочее, то есть, там просто, ну, уже они очень сильно стали двигать, чисто свое, ассистальник задвигать, при всем том, что контент там частенько был странный, скажем так, но здесь просто Loopmasters уже понимали, что не получается сотрудничество, скажем, такого рода, как хотелось, они стали набирать очень много лейблов, как в свое время Bitport, понимаешь, когда Bitport появился, было все классно, а потом они такие, о, окей, а сейчас мы дадим возможность выпускать всем, что хотите, да, и началось, то есть, да, там непонятно, тысячи там лейблов, там по сотням тысяч треки в день выходят, и такая же тема началась с паками, они стали выпускать слишком много ужасного качества контента, из-за этого теряется, соответственно, хороший контент от нормальных лейблов, они стали там все как-то пушить, и для того, чтобы ситуацию как-то исправить, сотрудничество с ними, и организовали Loop Cloud. Собственно, Loop Cloud это продукт от Loop Masters, опять же, помощь посильную оказываем мы со своей компанией, с лейблами, и это, по сути, то же самое, что Splice, но next level, можно сказать, потому что он, этот продукт представлен сейчас в виде приложения, именно, и на компьютере, и скоро они запустят веб-версию, буквально, вот, по-моему, на неделе-две, это будет тот же самый сайт, как Splice, и ты точно так же, то есть смотришь внутри паков сэмплы, ты можешь выбирать, какой тональность тебе надо сэмпл найти, ты можешь там просто сказать, бас, там, тональность D, от такого до такого, он тебе выдает все звуки по этой базе, и ты выбираешь подходящий, какой тебе надо. Но еще прелесть в том, что это все за счет этого приложения одновременно может идти в твоем DAW, в твоем, там, кубейзе, в лоджике, или где угодно, то есть у тебя есть трек, там, допустим, бит, и ты под этот бит просто выбираешь бас, и он тебе играет твоим грубым все это в ритм, все это квантизировано, ты можешь изменять тональность, ты можешь там кучу эффектов внутри приложения, и все это до того, как ты купил, то есть тебе еще даже покупать не надо, то есть ты можешь послушать, если ты нашел что-то, о, круто, все, я его беру. Такой пробничек такой, да? Да-да-да, это настоящий такой real try before buy, то есть, как вы понимаете, вот, и продукт уникальный, очень много топовых диджеев отказались от Splice пользователей в Клауд, это огромный список, это Федили Грант, это Джахим Гаро, это, не буду врать, там, всех я сейчас не помню, но там Jack Queens, сейчас не помню, у нас на самом деле огромный список фидбэков от того, кто пользуется, и люди все в восторге, то есть, постепенно профессиональная тусовка уходит именно в сторону Loop Cloud, то есть, в данный момент, понимаешь, то есть, на самом деле, я с точки зрения, если мы говорим бизнес-блог, да, и могу сказать, что я сейчас вот этот переходный момент теряю реально достаточно какое-то количество там денег, потому что, условно, у нас были огромные там продажи на Loop Masters и хорошие продажи там на Splice, и сейчас я, мы отказались полностью от Splice, но Loop Cloud еще растет, то есть, я понимаю, что в данный момент, да, у нас достаточно сильный провиз будет и есть, но с перспективой года полтора это будет значительно больше рост, то есть, это нужно, да, там, пережить, перетерпеть, мы там делаем, помогаем всем, чем можем, это все занимает время, это бизнес, просто в данной ситуации, я понимаю, что если мы остаемся на Splice, то мы будем еще одним, то есть, из топового лейбла, который реально у по сильномейкерс были и есть, да, то есть, у нас по всем, то есть, по продажам используем и проще, это пятерка в мире, и если мы останемся на Splice, то мы станем среднячком, прям таким, как бы, среднячком, с толпой. то есть, в данной ситуации, то есть, если мы хотим остаться, то есть, статусным лейблом и делать все, как оно может быть, как мы хотим, мы предпочли поступить так. Я верю, то, что это не зря и, собственно, просто занимает время. Да, ну, я надеюсь, у вас в этом направлении все получится. ну, получается так, что, в принципе, когда пришел Spotify и начал отмирать iTunes, понятно, что технология развивается, надо идти в ходу, в ногу, в воду, в ногу со временем и, думаю, как бы, создание конкурентного сервиса, как бы, это просто напрашивалось и это произошло от вашей команды и я вижу, ну, насколько вы хорошо подходите к тому, что вы делаете. Мы любим, что мы делаем, это основное, Миша. Да, да, мы все тут все тут все любим, поэтому... это просто, на самом деле же так и есть, что делалось не ради бабла, то есть, блин, что музыку писал, то есть, когда это начиналось, я был фактически нищим студентом, у меня не было ни денег, ничего вообще, то есть, я это реально, ну, делал просто, блин, мне нравилось писать музыку, понимаешь, это не ездило за какие-то копейки на гастроли, да, там, когда началось с паками, реально, это тоже была такая офигенная душина, потому что, когда я делал, да, я больше всего, вот мне тяжело было, я сделал крутую идею, а превратить это в трек, потратить, то есть, ты идею делаешь, там, может быть, за несколько часов, но чтобы это было треком, то я надо потратить еще, ну, не знаю, фактически недели две, то есть, конечно, лучшие треки пишутся прямо сразу, за день, нет, да, но по факту, это занимает время, а тут просто класс, pure inspiration, ты просто сидишь и написал идею эту, класс, сохранил, написал, сохранил, то есть, каждый луп, это отдельная идея, это отдельный трек можно сделать из каждого лупа, то есть, один сэмпл пак, это, блин, четыре альбома, да, поэтому, ну, я реально ловлю от этого кайф, да, то есть, это делалось и тогда не ради бабла, да, хотя там, как бы, все сложилось, слава богу, может быть, если это не сложилось, конечно, как ты говорил по-другому, ну, не знаю, сейчас я ощущаю, что это вот так, это вот чисто творчество, может быть, такая вселенная нам, как бы, говорит в каком-то вот таком другом виде, спасибо. Круто, и важный, ну, не важный момент, я всегда радуюсь, когда люди смотрят немножко шире, чем просто, допустим, сейчас зачастую я встречаю, когда артист сделал первый трек, он сразу же хочет отправить его на лейбл, потому что это первое то, что он вообще знает, понимает, как бы, и он сразу сталкивается с вопросом, как отправлять, ему нужен менеджер сразу, в этот же момент возникает, мне нужен менеджер, и так далее, там, подобно, а когда ты смотришь немножко шире на то, что ты можешь делать как артист, да, ты можешь делать музыку для себя, ты можешь делать музыку для кого-то, ты можешь делать сэмпл-паки, то есть, в принципе, очень широкий набор вещей, которые ты можешь делать, и как вот я брал интервью недавно у артиста Джеки Мигаро, он вкладывал деньги, все, которые он получал, в оборудовании, и поэтому его всегда, у него была самая крутая техническая база, и поэтому его начали звать на выступления, его потом пригласил пионер, и так далее, потому что человек был просто на волне вот этих, как-то смотрел шире немножко, да, и развивался разносторонне, поэтому я всегда радуюсь вот таким кейсом, как у тебя, что ты, да, ты был просто продюсером, которого, ну, достаточно много, сейчас многие делают музыки, продюсером, настоящим, в комнате, у тебя было много учеников, ты создал школу, потом ты, там же, в моем bedroom, да, в твоем bedroom ты создал школу, и потом ты создал этот лейбл, ну, у меня просто искренняя, ну, как бы радость за то, что у тебя это получается, и что ты не останавливаешься, улучшаешь свой сервис, и даже приносишь вот эти прорывы в технологические, да, там, совместно, там, с своей команде, и с лупмастерс, поэтому тебе большой респект от меня, но, в принципе, у меня на этом все, единственное, я хотел, у меня есть стандартный вопрос, который я, точнее, два, которых я задаю обычно артистам, первый, смотри, вот сейчас у нас 2020 год, и ты продолжаешь же быть артистом, ты продолжаешь делать музыку, какие ты видишь для себя, так сказать, челленджи, ну, не знаю, те вещи, с которыми тебе придется столкнуться, придется их преодолеть, чтобы продолжать успешно свою карьеру, и как ты с этим справляешься? Слушай, ну, их достаточно много, на самом деле, мне кажется, одни эти челленджи можно еще на час, как бы, да, то есть, начиная от того, что огромная конкуренция, то есть, для того, чтобы попасть на рекорд-лэбл крутой, и тебе там поставили в плейлисты, да, но, не знаю, на самом деле, самый главный челлендж, да, и, в принципе, это такой посыл всем молодым, талантливым, не молодым, но талантливым, любым продюсерам, это, короче, слушать себя, то есть, не, как это сказать, маленькую историю, да, вот можно сейчас? Да, конечно, да, я занимаюсь музыкой уже, блин, дофига уже лет, то есть, я, ну, с 12 лет, да, и у меня был там успешный момент, там, провисы, опять какой-то успешный прочее, и я могу сказать, что он за все время, мне попадалось очень много людей, которые заставляли меня сомневаться во мне, потому что, вот я делаю музыку, да, и, ну, знаю, там, рекорд-лейбом, там, отсылаешь, там, они не берут, там, или не отвечают, еще что-то, да, хотя иногда бывает, что проходит два года и отправляет этот рекорд-лейбл по ошибке на тот же лейбл, который отказал, и говорит, вау, офигенный трек, мы берем, у меня реально таких треков несколько есть, которые, то есть, там, я не запарился, лежи, да, отправлю, менеджеры были несколько, там, там, очень, и был удачный один кейс, там, с британским, и неудачный, там, с французскими, и с нашими, я не буду, то есть, уточняю, кто что, и получалось, что люди не заинтересованы были что-то делать, лучше, чем артист сам, не сделать никто, то есть, на самом деле, на первых порах, да, все как-то сказали, о, мне нужен менеджер, там, да, все начинают думать, да, нифига вам не нужно, вам нужно просто, блин, заставить себя делать это самому, то есть, как бы, надо начать, лучше вас самим для себя сделать никто, то есть, это уже, если вы становитесь известным артистом, там, поднимаетесь, да, тогда вам реально, там, надо тур-менеджер, еще что-то, в начальных этапах вам просто надо впакивать самим, тратить все свои, там, силы, ресурсы на это, писать, и к чему я это, к тому, что я как раз пытался полагаться на других людей, думал, что вот сейчас они мне помогут, да, и у них что-то не получалось, хотя по большей части из-за того, что они ни хрена не делали, вот я честно могу сказать, это с кем я сотрудничал, это было, там, три, четыре, там, пять менеджеров компаний, и они реально ни хрена не делали, то есть, как бы, да, но, и мне они просто говорили, что, блин, ну, я не верю, этот трак, он, типа, не хит, там, или еще, он не может, там, стать радиохитом, и, блин, да кто нахрен они такие, это, там, ваше, наше творчество, да, и вам надо самим пытаться его пропихнуть, то есть, если вы не пропихнете, он хитом и не станет, то есть, не надо, там, ссылаться на то, что, о, там, нет связей, идите, я не знаю, летите, как там брали, люди прилетали, там, в Дон Диабло на пороге, ложились, Дон, пусти меня, посмотри, то есть, как угодно, то есть, пытайтесь найти, там, на АДЕ, я помню, как слепуха первый раз, приехал на АДЕ, когда он пришел, ходил, у него не было, Кирюх, привет, да, я помню, Кирюх ко мне тогда подошел, говорит, а, чуваки, слушайте, вас заночевать нельзя, я сначала даже не знал, кто это, и тот, когда мне вдруг описали, там, чувак, там, в реальти шо, вся фигня, то есть, как бы, он приехал, не запарился, у них не было ни ночлега, там, никакого, нифига, то есть, и в результате, то есть, я не подписал ни одного трека, ни хрена, он два трека, там, подписал, когда я, там, пихнул на ЦР2, еще куда-то, по-моему, я не помню, с Фраджеком, он подписал, да, да, то есть, чувак просто реально отработал все, что как и должен был, короче, здесь вопрос в том, что, верьте в себя, и, если вам кто-то говорит, что это не хит, это ни хрена, это не значит, то есть, это все же мнение новости человека, то есть, главное, самому не загоняться, потому что я тебе могу сказать, что мне было реально тяжело, то есть, как бы, блин, я там мне это, депрессию вгонял, потому что, блин, я там пишу музло, блин, это любимые дела, мне говорят, блин, чувак, это говно, блин, и, то есть, ты сидишь и думаешь, то есть, да, то есть, и это, то есть, раз за разом, раз за разом, да, Всех слать. Ой, Манижа на выступление сказал одну классную вещь, что когда я показываю музыку своим друзьям-музыкантам, они всегда говорят, о, классно, но я бы тут, и кто-то говорит, а вот тут заткнись и иди. В плане того, что... Маниж привет. Никто в это не верит, а это так. Короче, ему большое спасибо, и верьте в себя самое главное. Да, ну ты тут ответил сразу и на второй вопрос, который я задавал, чтобы ты посоветовал артистам, начинающим свою карьеру в 2020 году сейчас. Ты можешь как-то это добавить, кроме мотивации верить в себя? Слушай, нереально, ты понимаешь, это выглядит как чисто мотивационный курс какой-то, но без этого никак. То есть я просто сам артист, я понимаю, как тяжело, когда тебе говорят, что там, блин, чувак, у тебя их там, не знаю, здесь мелодия херовая. Да блин, да тебе херовая, а мне нравится, и там вот кому-то понравится, кому-то не понравится. Это в этом как раз уникальность. Если делать как все, оно будет как у всех. Короче, верьте в себя, старайтесь, и очень хороший еще был момент, не, как бы, бойтесь инвестировать в себя. Оборудование, каждое любое оборудование, оно дает прям вам вдохновение, прирост. Ты сидишь к ручке на железном синте, крутишь, да, может, ты его не будешь использовать в треке, блин, но ты какую-то фишечку найдешь, какую-то крутую, которая там потом, вау, она чуть будет отличаться с автового синта, и она прям будет вот этим самым, что нужно, чтобы трек прям зацепил. Спасибо тебе большое за интервью и за это напутствие, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем peace и до новых встреч!